Новости на канале СТВ. В студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. Печальная новость сегодня пришла из России. На 78-м году жизни ушла из жизни актриса Наталья Крачковская. Несколько дней назад ее госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом инфаркт. Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь именитой актрисе. Ей потребовалась искусственная вентиляция легких. Наталья Крачковская родилась в 1938-м году в Москве. Она снялась почти в сотне фильмов. Главных ролей не было, но даже роли второго плана, исполненные Крачковской, стали заметными и запоминающимися. Представь меня, старушка, я в печали. Старушка? Ах ты нахал! Я же на пять лет тебя моложе! Наталья Крачковская снялась в таких фильмах, как «Женитьба Бальзаминова», Иван Васильевич меняет профессию. 12 стульев, Покровские ворота. Места и дата прощания с актрисой пока не сообщается. Пути решения украинского кризиса сегодня будут искать в Париже. Здесь пройдет встреча глав МИД Нормандской четверки. К разговору приглашены главы дипломатических ведомств России, Германии, Франции и Украины. Важнейшую роль в восстановлении мира на Донбассе, конечно, играет Минск. Накануне в белорусской столице прошло заседание трехсторонней контактной группы. Главным итогом стало подписание документа о полном прекращении учений с боевой стрельбой на линии соприкосновения. Данное решение распространяется на все виды оружия и должно вступить в силу завтра в полночь по киевскому времени. Об этом сообщил спецпредставитель БСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. Я надеюсь, что министры нам дадут очень понятную картину, как мы должны продолжать наши работы здесь. Я думаю, что министры обсуждают и вопрос модальности местных выборов. Зыбкое перемирие в Сирии у границы с Ливаном произошел взрыв. На воздух взлетел заминированный автомобиль. Погибли более 20 боевиков экстремистской группировки. Ответственность за взрыв на себя никто не взял. Тем временем все больше отрядов вооруженной оппозиции подписывают соглашение о прекращении огня. Таких договоренностей уже почти полсотни. Только за последние сутки удалось договориться с четырьмя полевыми командирами. Сейчас продолжаются переговоры с лидерами еще 11 формирований. На чайный шаг пошли мигранты во французском Кале. Они зашили сибирты в знак протеста против сноса стихийного лагеря. Таким образом они хотели показать властям, что их не слышат. В ходе акции беженцы прошлись по территории лагеря с плакатами в руках. На одном из них было написано «Я покинул свою страну и приехал в поисках прав человека». Тем временем на греко-македонской границе развернулся еще один стихийный лагерь. Пункт пропуска в буквальном смысле усыпан палатками. Здесь скопилось уже около 10 тысяч приезжек. Отмечается, что из-за перенаселения ухудшились санитарные условия. А между тем власти Швеции решили еще на месяц продлить действия пограничного контроля. Виной тому нехватка жилья для беженцев. Вопиющий случай произошел в США. В американском Теннессе подросток расстрелял свою семью. На такой шаг он пошел, чтобы не идти в школу. Сообщается, что 16-летний школьник убил бабушку, младшую сестру и 6-летнего племянника. Он стрелял из пистолета, который хранился в шкафу. В квартире в то же время находились мать стрелка и еще одна его сестра. Они не пострадали. Полиция уже взяла подростка под стражу. Задержали преступника у железнодорожной станции. Стражи порядка подозревают, что он хотел бежать из города. Более 300 тонн нефти разлилось на севере Сахалина. Выход черного золота произошел при проведении плановых работ на нерабочем нефтепроводе. Место обнаружения локализовано. Сейчас ведутся работы по уборке территории. Сообщается, что угрозы распространения и попадания в водные объекты нет. По факту разлива прокуратура Сахалинской области уже организовала проверку. Рушатся здания. С рельсов сходят поезда. Под завалами сотни людей. В Лондоне проходят международные учения спасателей. Заброшенную электростанцию переоборудовали под станцию метро. По условиям тренировки в тоннелях и искореженных вагонах находятся тысячи пострадавших людей. Многие тяжело ранены. А на помощь им приходят спасатели и врачи. На подготовку столь масштабного действия ушло около года. Жертв трагедии изображают две тысячи добровольцев. Обстановка максимально приближена к реальной. Это дает возможность отработать приемы оказания первой помощи в условиях крупной катастрофы. Анастасия Колесник, телекомпания СТВ. 140 новых лекарств выпустит в этом году фармацевтическая промышленность Беларуси. По прогнозам Минздрава объем производства увеличится не менее чем на 5%. Среди новых препаратов, которые появятся на полках отечественных аптек, будут антибиотики, противовоспалительные анальгетики и средства для анестезии. Около 600 миллиардов белорусских рублей пойдет на реконструкцию Минского стадиона «Динамо» в этом году. В целом же стоимость проекта 150 миллионов евро. Сейчас строители работают над конструкциями трибун и фундаментов. Комплекс станет многофункциональным. Помимо футбольных матчей здесь могут проводить соревнования международного уровня по легкой атлетике. На обновленном стадионе количество зрительских мест уменьшится до 20 тысяч. Однако станет комфортнее. 70% из них будут под навесом. Первых посетителей обновленная «Динамо» встретит в 2017 году. Могилев стал центром паломничества православных Беларуси. В Спасо-Преображенский собор с минуты на минуту прибудет ковчег с частицей мощей мученика-младенца Гавриила Белостокского. Пребывание святыни будет сопровождаться специальными богослужениями и образовательными мероприятиями. Так будет совершен молебен, одобренный Святейшим Патриархом Московским и Всеверуси Кириллом. Святыня будет находиться в храме до 4 марта. В Женеве, открывая дверь автосалон, сюда съехались представители лидирующих автомобильных марок, производители автозапчастей и специалисты мировой автопромышленности. Ежегодно свою продукцию и новинки презентуют около 800 компаний из 30 стран мира. Автосалон особенно порадует любителей кроссоверов. Автомобиль повышенной проходимости презентует внушительное количество производителей. В этом году организаторы сделали для посетителей приятный сюрприз. У них есть шанс выиграть автомобиль. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи, эфирное видео, всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Я же с вами прощаюсь. До встречи в 13.30.